С истёртую и ветхую сумой Он, бывший, например, того хозяин дому, пошёл счастливо торговать, расторговался в пух. Тут чем бы перестать и до стальной свой век спокойно доживать, а промысел оставить свой другому? Он в море корабли отправил по весне, ждал горы золота, но корабли разбило, сокровища его все море поглотило. Теперь они на дне, а видел он себя богатым, как во сне. Другой тот в откупа пустился и нажил было миллион, но мало, захотел его удвоить он, забрался по уши и вовсе разорился. Короче, тысячи таких примеров есть. Тут нищему фортуна вдруг предстала и говорит, послушай, я давно помочь тебе желала, червонцев кучу я сыскала. Подставь свою сумму, её насыплю я, да только с уговором, всё будет золото в сумму, что попадёт, но если из суммы, что на пол упадёт, то сделается ссором. Смотришь, я наперёд тебя остерегла, мне велено хранить условия наши строго, с ума твоя ветха, не забирайся много, чтоб вынести она могла. Едва от радости мой нищий дышит и под собой земли не слышит. Расправил свой кошель и щедрой рукой тут полился в него червонцев дождь золотой. С ума становится уж тяжеленько. Довольно ли? Нет, ещё. Не треснуло б? Не бойся. Смотри, ты крёзом стал. Ещё, ещё маленько, хоть горсточку прибрось. Эй, полно, посмотри, с ума ползёт уж врозь. Ещё щепоточку. Но тут кошель прорвался, казна рассыпалась и обратилась в прах. Фортуна скрылась, одна с ума в глазах. И нищий, нищеньким по-прежнему остался. Фортуна скрылась, одна с ума в глазах.